Сегодня мы находимся в саду Александра Марченко. Сад достаточно известен садоводам, но в основном в свой летний период. Мы же напросились сюда тогда, когда нет ни листьев, ни цветов. И с удивлением для себя обнаружили, что этот сад не менее декоративен и зимой. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Александр! Мы восхищены вашим садом зимним, но на самом деле сразу возникает вопрос. Вот такое количество оставшихся цветоносов от многолетников, это, конечно, очень красиво, но отечественное садоводство-то нас всегда учило, что все это нужно было срезать осенью. Не вредит ли это растение? Ну, я считаю, что растениям это не вредит. Из-за каких параметров срезают растения? Это чаще всего для того, чтобы убрать вредители и болезни. Ведь если растение придумало стойкость к снегопаду и так далее, значит, оно им нужно, растение. Для того, чтобы семена, допустим, остались до весенних ветров, когда весной они могут рассеяться и так далее. То есть для растения как раз не нужно срезать. Но люди вот посчитали, что с точки зрения именно санитарии это лучше. И у нас этим стали злоупотреблять. То есть растения чаще всего уже в сентябре срезают. Вот я, например, не очень доволен Москвой, когда еще весной клумбы пустые, потому что в них ничего не посадили. Затем посадили, растения только стали красивыми. А они приходят и уже начинают выдирать эти растения, красивейшие при том, что... И оставляют пустые, черные, вот эти, якобы красивая земля, это красиво. А на самом деле, конечно же, я бы эти растения оставлял до весны. А весной уже срезаете, когда начинает отрастать новое... Конечно. То есть я отрезаю растения, когда они начинают отрастать. И поэтому мой сад, вот я люблю ходить в свой сад и осенью, и зимой. И он не представляется белой пустыней, потому что, если вы посмотрите везде, вот у меня остались отчетки, монарда, также эхиноцея. Вот шикарный куст астры, дербейники красивые, тростники, рогозы. И все это украшает сад. Я хожу в разные, при том, что снег прошел, они одни. Мороз ударил, они покрыты инеем. Осенью изменение цвета. То есть сад остается всегда красивым. И я даже зачинил такой стишок небольшой. Интересно. По осени увядшие трава, цветы пленяют новой красотою, зимой и раннюю весною. Ну, в стихотворении «Трава и цветы», ну, я смотрю, тут еще украшают и плоды, которые сохраняются на растениях. И, в общем, совершенно привлекают к себе такое внимание. Это что? Саш, ты знаешь, я люблю деревья и кустарники, которые плодоносят, и ягоды сохраняются весь зимний период. Таких, конечно, кустарников и деревьев не так много, но все-таки даже небольшое количество оно оживляет сад. Многими ягодами даже можно полакомиться. Но, конечно же, желательно в саду те ягоды оставлять, которые не едят птицы. Потому что, вот, допустим, у меня рябина, есть очень красивые сорта, но и вкусные сорта. Так вот, на них сингири прилетают еще, когда даже снега нет, и объедают эти сорта. А вот такие ягоды, как калина, как ягоды древогубца, этими птицами не объедаются. Поэтому, вот, ягодами калины, допустим, желто-плодные, красно-плодные, можно любоваться всю зиму. Вот, затем еще у меня есть секрет. Это есть ягоды, которыми, значит, птицы бы тоже с удовольствием полакомились, но они прячутся под снегом. А так как это, у нас все-таки нет глухарей и тетеревов, которые могли бы под снегом питаться ягодами, то эти ягоды достаются мне. И поэтому, вот, допустим, вот, если мы разроем вот этот снег, то там мы можем нарвать себе брусники. Я вам не верю. Не верите? Сейчас покажу. Так. Как холодно-то. Вот смотрите. Вот они, ягоды. Ягоды, ягоды. Да, брусники. Надо сказать, что, конечно, набить живот ими не удастся, потому что все-таки действительно трудно. Но вот полакомиться, вот... Ну, просто гуляя по зимнему саду, собирать еще какие-то плоды, как бы в голове не укладывается. Да. Может быть, у вас и цветы есть под снегом? И сегодня январь, при том, что середина января, вот сейчас 17 градусов, а мы... Нет, они, видимо, от того, что еще подморозились, они еще более вкусные стали. Да. А вот посмотрите, какая красивая желтоплодная калина. Кстати, она очень мало известна, мало распространена, но абсолютно беспроблемный кустарник. И я считаю, что вот садоводам нужно обратить на него внимание, что она действительно невысокая. Очень красиво весной цветет, затем рано созревают ягоды, ярко-желтые. И эти ягоды сохраняются до почти цветения новых цветков. Никто их не ест. И никто их не ест, да. Вот. Надо сказать, что я заносил в дом, и появляется такой специфический запах от этих ягод. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот. Но, вот, допустим, рядом в саду у меня растут желтоплодные калины, и вот там красноплодные. То есть, вот уже гуляешь по саду, и это уже вносит разнообразие, вот какое-то настроение. Не чисто белая пустыня. Да, и не чисто белая пустыня. Александр, ну плоды под снегом удивили, конечно. Может, у вас и цветы под снегом? Ну, Александр, вот действительно в саду зимой есть цветы. Вот все знают верески, да? Но оказывается, верески делятся на две большие группы, можно разделить. Есть открытоцветковые верески, а есть закрытоцветковые верески. Чем они отличаются? Ну, эти верески отличаются именно строением цветка. У открытоцветковых цветочные лепестки раскрыты, а эти в виде такой шишки. И вот закрытоцветковые цветочки сохраняются до весны. Поэтому, заходя в сад, вот, допустим, если снега еще немного нападало, то вы, в принципе, увидите цветок. А если снега все-таки много нападало, вот смотрите, видите, то есть они сохранили свой цвет. Эти верески. То есть, а когда снега мало, белый снег, но его все-таки мало, и на фоне этого белого снега это вообще все сияет. Но дело в том, что вот красивые цвета еще можно дополнить в саду не только цветами, такими вот низкими, которые засыпало снегом, А вот, допустим, корой кустарников. У меня большое количество растений кустарников, которые имеют разную окраску коры. Вот, это, допустим, дерины и ивы. Поэтому, вот, конечно же, зимний сад без дерины и без ивы я себе не представляю. Тем более, учитывая, сколько у нас длится эта самая зима. Да, это зима, да. Вот, и вот смотрите, вот маленький участок, казалось бы, сада, а посмотрите, как уже можно... У нас есть и зеленый, и оранжевый, у нас есть и розовый, у нас есть и белый, и ярко-красный. И цветы, и ягоды. И при том, что, смотрите, это же небольшой участок-то сада. То есть, вот подобные группы можно устраивать и в очень маленьких садах, потому что многие люди могут подумать, да, когда у вас гектары там, то... Я думаю, что даже это более актуально. На участках небольших размеров вот такое вот разнообразие, потому что на них и хочется на чем-то средоточить внимание, на что-то, чтобы глаз радовался. А вот и дерины, такой вопрос. Они, наверное, более яркие все-таки на молодых побегах? Знаете, вот я так заметил, что есть действительно сорта еще. Сорта, у которых и старые побеги остаются довольно-таки красивыми. Поэтому, подбирая сорта, и они, во-первых, и по размеру-то разные. Сказать честно, вот я забыл, как называется этот сорт, но вообще вот ему уже лет шесть. Видите, он, во-первых, низкий. Вот, затем у него что еще красивое? У него цветки белые, у этого дерена. Затем, когда цветки отцветают, появляются ягоды синего цвета. Значит, затем пестролистные у него. То есть, вообще вот этот дерен удивительный. Пестрые листья, затем белые цветки, синие ягоды. И зимой еще яркая красная кора у побегов, при том, что не только побегов первого года. Александр, наверное, этим не ограничиваются интересные для зимы растения в вашем саду? Ну, конечно же, их очень много. А покажете еще что-то? Конечно, пойдемте. С удовольствием. Мы находимся в саду Александра Марченко и продолжаем рассказ о саде зимой. Саш, мы попробовали с вами ягод, да? Да, очень вкусно. Спасибо. Да, посмотрели на красивую кору. Так вот, еще в зимнем саду можно включить еще одно из чувств, с помощью которых мы познаем мир. Это обоняние. Обоняние. Так вот, у меня есть такое растение, как мирика болотная, восковница еще ее называют. Вы понюхайте какой это запах, потрите немного в руках. Это очень такой красивый, вкусный, прятный запах. Пахнет потрясающе. Ну, вот мне, например, всегда, когда я понюхаю это, сразу шашлых хочется. Ну, это же замечательно, гулять по саду, еще испытывать какие-то эмоции от приятных запахов, а не только от вида того, что мы видим. Вообще удивительно, и даже предположить, что в зимнем саду это возможно, было бы до этого довольно трудно. Помимо восковницы и душицы, прекрасно пахнет монарда. Поэтому, проходя мимо кустика с монардой, сорвите сухой листик, потрите его в руках, понюхайте. Сразу меняется настроение в лучшую сторону. Так что, вот, зимний сад, он дает впечатление не только с помощью зрения, но и с помощью обоняния. Замечательно. Действительно, в моем саду можно увидеть очень много интересных вещей. И мне хотелось бы, чтобы как раз вы, как специалисты, о них рассказали, наверное, более интересно и более правильно. Поэтому можете погулять по саду и поснимать и полюбоваться моими видами. И мне расскажете о своих впечатлениях. Хорошо, с удовольствием. Мне это будет очень интересно. Перед нами изгородь из девичьего винограда Пятилисточкова. Это растение достаточно распространенное и очень многим известное. И многие почему-то считают, что оно очень недекоративное зимой. Однако, глядя на эту изгородь, мы видим, насколько это красиво и в этот период времени, когда образуется вот такая вот ажурная вязь. При одном условии, если он будет аккуратно вплетаться в эту ажурную опору, и если будет подстригаться сверху и по бокам, чтобы образовывать более аккуратную форму. Это будет красиво осенью, когда он станет ярким, розовым, багряным. И летом, когда это просто будет красивая зеленая стена. Не менее эффектные вот это вот ива, извилистыми побегами, которые особенно хорошо читаются не летом, а сейчас зимой на фоне белого снега. Зимой это его более декоративно, чем летом, потому что читаются красиво вот эти вот извилистые ее ветви на фоне белого снега. Она очень быстрорастущая, что особенно ценно для наших садов. Вырастает в наших условиях порядка 8-9 метров высотой. И вот данным растениям сейчас по 9 лет. И они как раз такую высоту и имеют. А летом она покрывается листьями, которые также каждый листочек спиралевидный из окна, что в общем тоже создает довольно эффектную ажурную крону. За нами находится водный сад. На самом деле, когда мы говорим про водные сады, то кажется, что водный сад это что-то такое летнее. С нимфеями, с ирисами и так далее. Тем не менее, картинка за моей спиной достаточно разноцветная сейчас и зимой. Это и тростники, которые желтым пятном виднеются на острове, который посреди воды расположен. Это и ива шверина, которая ярко-оранжевая, сзади меня целым пятном, буквально высвечивается на фоне елей темно-зеленых. Это и ярко-красные плоды калины, и зелень сосны. И все это на белом зимнем фоне. На самом деле, все это достигается достаточно простыми способами, когда просто растения попадаются в угол зрения. Но есть определенные агротехнические моменты, которые позволяют их сделать именно такими. Например, ива никогда не будет такой яркой, если не будет регулярно срезаться на пень каждый год. Только молодые побеги имеют ярко-оранжевую окраску. А если она вырастает и превращается в обычное дерево, то мы видим уже просто сер-зеленую кору. Такой она становится, когда ее режут. То же самое и с тростниками. Мы уже говорили, что мы просто не срезаем их на зиму, и в итоге у нас получается вот такая вот ярко-желтая картинка. То есть это подластно по большому счету каждому. Кто не знает такое растение, как камыш? Он растет у нас везде на болотах. Но на самом деле, то, что мы называем камышом, камышом не является, а является рогозом. Здесь мы видим его карликовую форму, грацилис, которая не вырастает в такое крупное полутораметровое растение, а сохраняет вот такой вот миниатюрный вид. На мой взгляд, это растение зимой даже более декоративно, чем летом. Потому что, во-первых, очень интересная вот такая ажурная фактура, и, во-вторых, конечно, вот эти вот соплодия, которые не разлетаются, как у обычного рогоза на болоте, а сохраняются, и мы можем любоваться всю зиму. Множество растений, самых разнообразных, привлекают наше внимание зимой. Это и растения с декоративной корой, и растения, с оставшимися висеть после листопада плодами, и несрезанные цветоносы травянистых многолетников. Ассортимент декоративных растений сейчас крайне разнообразен и включает в себя почти все цвета радуги. Летом они будут просто зеленым фоном для цветников, а сейчас привлекают к себе внимание, став акцентами сада. Растения с декоративными плодами больше порадуют при созерцании с близкого расстояния, а издалека не будут читаться. Они могут довольно долго радовать проходящего мимо них человека, пока не будут съедены птицами. Часто это происходит уже до декабря. Чтобы избежать этого, пернатых желательно подкармливать чем-то дополнительно, более вкусным, чем те плоды, которые требуются сохранить. Несрезанные цветоносы травянистых многолетников не так ярки в плане цвета, но создают необыкновенные эффектные графические картины на фоне снега, которые читаются как с расстояния, так и вблизи. Встречаются и вовсе удивительные вещи. Например, это особое изобретение Александра Марченко. При посадке двух растений ивы он заплетает их стволы в косу и называет их Ромео и Джульетта. В местах соприкосновения стволы срастаются. И по мнению Александра Марченко, это не что иное, как поцелуй, который длится у этой пары всю жизнь. На все это особое внимание обращаешь именно зимой и не замечаешь летом, так как в теплое время года сад наполнен цветами, ароматами и бабочками. Есть среди летних растений этого сада и откровенно экзотические, которые не зимуют в открытом грунте в Подмосковье. И сейчас мы их не увидим здесь даже при всем желании. За окном тот сад, красотами которого мы только что наслаждались. Однако мы знаем, что в этом саду достаточно много растений, которые не зимуют в условиях открытого грунта в средней полосе России. Мы не могли не задать вопрос Александру Марченко, где они находятся сейчас. Оказывается, для них есть специальное хранилище, в котором все их можно увидеть. Мы напросились в это хранилище и сейчас находимся здесь. Попав сюда, мы увидели то, что трудно назвать хранилищем. Это настоящий зимний сад, который способен радовать своего хозяина в течение года. Надеюсь, и вы сейчас убедитесь в этом вместе с нами. Здесь мы увидели и цветущие растения, что удивительно для этого времени года, и растения с декоративной листвой, и журчание воды. Все это производит впечатление настоящего летнего сада, несмотря на то, что за окном все белое и занесено сугробами. За моей спиной канны. Растения, которые, в общем-то, известны довольно многим. Но оказывается, и эти экзотические растения можно выращивать в средней полосе России. Для этого просто требуется им зимнее хранение. Здесь оно достаточно серьезное. Соответствующий температурный режим, влажностный режим. И вот такие вот сооруженные водоемы, специальные для того, чтобы они пережили здесь зиму. Но это совсем не обязательно делать, если у вас один горшок с канной, который вы просто хотите сохранить зимой. Для этого, может быть, этот горшок установлен просто в помещении в жилом. Но важно, чтобы субстрат всегда был влажным, чтобы вы всегда поддерживали его во влажном состоянии. Мало того, растения не просто передерживаются, они еще и цветут и продолжают радовать своих хозяев. Мы видим, что цветут канны сейчас, но на самом деле пиках цветения в помещении приходится на декабрь. И это действительно разноцветие, которое достойно летнего сада, настоящего летнего сада, самые разные цвета радуги, которые могут появляться. Кстати говоря, те сорта, что сзади меня цветут, это как раз селекция Александра Марченко. И они уже были переданы в оргкомитет Сочинской Олимпиады. Может быть, кто знает, во время проведения Олимпиады, они будут радовать гостей города своим обильным цветением. Этот сорт называется Олимпик Флейм. А передо мной расположено растение тоже очень интересное. Это Ципирус, он же Сыть, но нам он более известен как Папирус. Казалось бы, ну вообще суперэкзотика, что называется, но и он может выращиваться в подмосковных водоемах с единственным условием. На зиму мы должны его перенести в помещение, в закрытое помещение. Вырастает он на довольно больших размерах. Вот здесь вот мы видим полутораметровые растения, а то и больше некоторые побеги вырастают. Если вас это несколько смущает, то мы можем воспользоваться его карликовыми сортами, которые до таких размеров не поднимаются. Та же самая ситуация с ним. В данном случае он находится в водоеме, в воде, но это мог бы быть просто контейнер, в котором влажная почва поддерживается, и тогда он просто может перезимовать в ваших условиях. Летом вы его выносите в свой открытый водоем, и он уже там вас радует в течение всего сезона. Но это не все растения, которые можно здесь посмотреть. Их довольно много. Предлагаю вам пройти дальше и посмотреть, что же есть там. Вот еще одно интересное растение, которое называется талия припудренная. Внешне оно похоже несколько на канну, но отличается от нее тем, что цветет сине-голубыми шишками. Удивительно, но именно в саду Александра Марченко было обнаружено, что растение достаточно зимостойкое. И мы видели его в саду перезимовавшем, которое, в общем, неплохо себя чувствует, и даже сейчас стоит соцветшими соцветиями поверх снега, что, в общем, достаточно декоративно. У подножия этого растения тоже интересное водное плавающее растение. Это водный мак, который зацветает желтыми цветами, но тоже требует передержки зимой вот в таких вот условиях оранжерейных. И уже когда мы начали рассматривать эти растения, вдруг вот здесь началась такая удивительная вещь. Начали собираться рыбы, видимо, подумав, что мы их решили покормить. Действительно, не только растения здесь переживают зиму, но и те декоративные карпы, которые украшают пруды этого сада зимой. Рыба вовсю собирается, видимо, думает, что мы ее сейчас будем кормить, и мы не можем просто этого не сделать. Удовлетворим ее голод. Вот они вовсю собираются, и видно, насколько здесь это многочисленное потомство, которое действительно превратится рано или поздно в крупных красивых рыб. И весной, как только станет более-менее теплая погода, они будут вынесены в открытые водоемы. Другое растение, о котором я хотел бы рассказать, это водоплавающее растение урудь болотная, которое интересно тем, что, в отличие от всех предыдущих рассмотренных растений, нам совсем не обязательно сажать его в контейнер с субстратом. Мы можем просто взять несколько его веточек и бросить на воду, и оно разрастается по поверхности воды, что может быть интересно не только тем, у кого водные сады на открытом воздухе, но и тем, у кого водные сады в оранжереи, когда просто нужно прикрыть какую-то часть воды. Получается достаточно интересная ажурная такая зелень, похожая на елочки, вырастающие из воды. Но надо сказать, что это, конечно же, не классический декоративный зимний сад, это и хранилище, где передерживаются зимние растения, и место, где можно отдохнуть, как в зимнем саду. Но самое главное, что это еще и экспериментальная площадка Александра Марченко, где он проводит эксперименты со множеством растений, делает какие-то наблюдения за ними, и, собственно говоря, на основе этого строит свои какие-то дальнейшие планы. Место замечательное, удивительное, очень красивое, и мы надеемся, что нам удалось убедить вас в том, что, несмотря на весь экзотический облик этих растений, их вполне можно выращивать в условиях открытого грунта в Подмосковье, если заранее подумать о том, как они будут перезимовывать, и где вы их будете хранить в зимний период времени. Мы же отогрелись в тропическом климате, и теперь можем вернуться в наш сад зимой. Зачастую русский сад грешит излишней цветовой напыщенностью. В нем часто сочетается большое количество самых разнообразных форм, самых различных цветовых тонов, и все это часто не выстроено в единую цельную композицию. Хорошо это или плохо, зависит скорее от темперамента того человека, который является хозяином этого сада. Как говорится, о вкусах не спорят. Однако, все эти излишества видны преимущественно в летнем саду. Зимой же сад совсем другой. Краски тускнеют, графика ветвей выделяется на фоне белого снега, а природа приобретает какое-то особое изящество. Мы не можем недооценивать этого, так как данный период длится у нас более полугода. Наша задача – акцентировать внимание именно на этих зимних эффектах. Однако достигаться это может не только использованием растений. Довольно важна зимой и роль малых архитектурных форм в саду. Летом они часто скрыты зеленью и скорее являются подчиненными ей элементами. Зимой же они становятся солистами сада. В этом саду мы видим две беседки. Одна из них – белоснежная колоннада, а другая – четырехскатная грубая деревянная беседка. И если первая, торжественная и парадная, белого цвета, поднимается над садом буквально паря, то вторая, которую Александр назвал беседкой четырех видов, напротив, контрастирует с этим зимним садом. Контрастирует по цвету, являясь практически черной на фоне белого снега, так и своей грубой конструкции, контрастирующей с ажурностью оплетающих ее лиам. Все это делает картинку зимнего сада необыкновенно привлекательной. Мы надеемся, нам удалось убедить вас, что зимний сад – это не менее красиво, чем сад летний. Тем более, что зима в российских условиях длится очень продолжительное время. Мы благодарим Александра Марченко за то, что он предоставил нам такую замечательную возможность посмотреть на его сад зимой. И надеемся, и вы теперь посмотрите на свой сад другими глазами. С вами был Александр Сапелин. В любое время года мы будем делиться с вами ландшафтными хитростями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова